Чем выше в горы, тем больше винограда. И мы едем в деревню Сыгаретти на виноградник Нодаре Шервашидзе. И везет нас замечательный гид по имени Малхас, который подобрал для нас тур и прокатил нас по горной Аджарии. Кому интересно, телефон гида я оставлю в описании канала. Мы колесили по горному серпантину, восхищались прекрасными видами и не заметили, как приехали на место. Это было Шервашидзе без Марани. Летом тут, конечно, намного красивее. Одна вот такая виноградная арка, чего стоит. Сейчас листья влетели и мы видим только лозы. И вот мы на месте. Нас встречает хозяин, ему 68 лет. И мы начинаем интересную, увлекательную экскурсию. Мы сегодня посмотрим в Западной Грузии, которая растет, в том числе одной из них Соли Каури. А вы это знаете? Да, уже знаю. Вот здесь регион Гурия, Самогрелло, Имеретти и Верхний Ваджарий, в том числе от муниципалитета Кеда, где растет особая сорта. Вот, Соли Каури, это из нашего Соли Каури сделано вино, мы взяли шампанское. Это материал шампанского. Вот, и самый интересный виноград в Верхний Ваджарий, в том числе в этом муниципалитете, вот Чхаверич. Да, это тоже слышал. Да, это вы знаете, наверное. Из этого вино, вот, например, в 2010 году, в Италии в Рим входил в десятку в Европу этот вино. Они взяли игристовое вино, белый вариант. И из Баевого виноградника, да. Здесь около 3000 кустов винограда у меня. Вот здесь 23 сорта винограда, в том числе. Например, Оджалиш, очень интересный. Которые живут в Западной Грузии, в регионе Самегрело. И здесь у меня специально взяли около 300 кустов у меня. Каждый год взяли около 300, 250-300 литров вино. Очень интересно. Так. Это три, основные три. Остальные вино для коллекции. Ну, а из Аладастури, Качичи, Аледо и другие-другие варианты, которые можно посмотреть на моем винограднике. Всего 3000 кустов. Ну, полтора-другие. Качичи, я услышал. Качичи. Когда он распускается и когда готов? Это готов. Это готов в ноябрь месяц. Начало ноября. Да. В ноябре Качичи готов. Я почему спросил. У нас в Москве у одного винограда есть Качичи. Как он говорит, что он откуда-то из Грузии. И вот он его рекламирует. Основной в Абхазском территории Абхазии этот виноград. Да. И он у него в Москве типа поспевает. Но если он у вас в ноябре, он у нас вообще никогда не должен поспеть. В ноябре у этого винограда глюкоза около 17-18%. До 20%. Хавель, даже в винограднике есть. До сих пор. До 1 февраля, даже до 15 февраля этот виноград. Может быть и погуще. Вот так же. Вот смотрите. Очень интересно. Около 24%. Вот посмотрите, сколько газов здесь. Обязательно, чтобы не уходить далеко, не уходить далеко. Должен убрать, вот, например, этот виноград. Вот смотрите, здесь надо убрать. В этом году. Это надо убрать. А сейчас надо посмотреть. Что, не пошел далеко. То, значит, далеко, который я сюда, это надо убрать. Значит, это двое, надо то же самое убрать. А следующий год, когда мы сделаем это, не пошел далеко, надо сохранить эту территорию. Потому, что мы так называем, некий, называем по-грузински. Вот раз, два, три. Вот здесь, взять. А это, а это оставим, сколько вы хотите, около, сколько вы хотите, да. До, 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 до верха. Вот. Вот. И, и получается вот так. Так, это уберем. Так. Вот эта, эта часть уже закончена, да. Это сорт винограда Чхавери, который первый, второй, ничего не дает. И что и будет. Следующий год. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, может быть, двенадцать. Уже мы получаем этот виноград. Ну, это, а из этого, когда, через один год, отсюда убираем, да, вот отсюда, да, убираем это, и, где рассчитываем, и здесь, и здесь, оставим следующий год. Все, получилось. Вот здесь, например, вот здесь, например, если много винограда будет, то, некачественный виноград. Да, если много будет, этот, как это по-русски, квирты, нагрузка. Если нагрузка больше, больше, качество хуже будет. Поэтому мы всегда, всегда сохраним вот двадцать, двадцать пять, в этом Чхавери мы сделаем. Вот, вот в центре, чтобы убрать следующий год отсюда, например, здесь мы оставим, в этом году, и три возле здесь, вот это. Вот так, и следующий год отсюда, а здесь виноград тоже надо, следующий год, да, поэтому здесь можно оставить, это сразу надо убрать, вот здесь. Вот так, и вот здесь, это час. Так. Это убираем, а здесь, чтобы получать хороший виноград, это некачественный, здесь сразу же видно. Тогда мы это убираем, а это оставим до этого, вот здесь, аж вот так, а это упустим далеко. И вот, и вот получился один вариант, и вот другие варианты тоже, вот, и вот это вот так будет, это, там, вот эту сторону, а это в следующих годах, чтобы получать вот такой вариант. Ну, это зависит от сорта винограда. Чхавери вот такого мы не делаем, вот такой вариант можно сделать в Цоликаури. Давай посмотрим в Цоликаури. Вот, например, это надо убрать сразу, чтобы он уже старый стал, да, мешает, это сразу надо убрать. Так, вот, надо это, чтобы не пошел далеко, а это взяли вот так, а здесь вот убираем, и это подобно, чтобы продлить далеко, да. Так, вот, все получается, а это можно вот так сделать здесь, так, может быть здесь убрать вообще, здесь можно сейчас срезать, и это опустить далеко. Да, омолодый, да, га-ха-га, вот, например, это, это уже старый вариант, да, уже, надо сразу здесь, надо убрать, вот, старый вариант, да. Надо убрать. Останавливаем новые, новые, здесь надо два. Сохранить это, убираем этот, это прогреваем далеко, да, а это вот так сделаем, и все. Получается этот вариант. А что у вас с обработками от болезни на вашем винограднике? Да, мы обработали, знаете, в противополевании, в год, в этом территории, например, в моем территории, пять или шесть раз. Начиная, первые листики, когда появится, ну, вот в таких вариантах, вот, как-то, ну, маленькие-маленькие, и до первого августа. После первого августа нельзя обрезвать ничего, ничем. Два раза, это, сера, сера, специально, чтобы, против, на царе, по-русски, по-русски, да, я не знаю. Да, да, ну, наверное, милд, 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 да. Да, медным купорозом, да, медным купорозом. А, бывает, некоторые территории, особенно на востоке Грузии, может быть, четыре раза. Да, да. А здесь пять, шесть раз надо, чтобы в западной Грузии широкая высота. Поэтому, вот мы сделали обработку. Самое интересное, мы три года один раз пахаем землю и даем, особенно органически. Ну, это для коровы, как называется? Навоз. 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 А сейчас уже появился, 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 не, нет, курини нет. Навоз это корова. В гектаре надо сорок тонн. В гектаре, как раз мы на полтора гектара, это все, около пятидесят тонн. Пять лет? Один раз надо. Пять, один раз. И сейчас появился, это, НПК, так называемый. Там натрия, калия и, ажа. Комплексные варианты. Тоже пять лет, один раз, наша земля, надо это сделать. И все. И крали, сказал он? Эшигиа, как раз, из Катмиса. Катмиса. Да, это курини. Курини. Давоз. Чуть-чуть, чего. Да, 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 это курини. Ну, из этого мы сделали. Ну, это молодой, 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 да, в силу взял. А это уже семнадцать лет, а это всего, пять, шесть лет. Семнадцать, да. С 2005-го мы обновляли это все. Отопрыскиватель, да? Двадцать литров ездил. И посадим, пожалуйста, вот таким, в микроблок. Угу. Не знаю, заметили вы или нет, меня это очень удивило. Нодаре при обрезке обрезал всегда на кольцо, как обрезают яблоны. Я даже его уточнил, сказал, что у нас вроде принято обрезать пенечек. Говорил, нет, 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 мы у нас обрезаем только на кольцо. Ну, а дальше мы пошли наверх, и нас ждала дегустация вина и прекрасной грузинской кухни. Место явно туристическое. Вот такой огромный дегустационный зал нам предложили на выбор либо здесь, либо на улице. Было очень холодно, и мы решили пойти на улицу. Представляю, сколько здесь народу бывает летом, и очень меня порадовало, что мы приехали так поздно, в январе. Практически нет туристов. Кроме нас, у Нодаря в гостях была пара девочек, одна из Белоруссии, одна из Литвы. Пока накрывали на столы, я уговорил Нодаре сходить на винодельню. Он вообще удивился, редко кто спускается к винограднику, редко кому интересна винодельня. Настоящая традиционная грузинская винодельня, без использования кинсульфита, без использования чакаде. Все натуральное. Вот эти бочки, вот это, смотрите, винограднику. Это дробилка. Да, дробилка. Самое интересное, это итальянский вариант. У меня точно такая же. С моторочком или ручной? Да, мотор. Мотор у меня тоже такая же, только у меня это, не крашеная. Там маленькие, да, квебры, знаете, бочки. Это, ну, интересно, когда приезжаете. Я же найду работу у вас. С сентября приезжайте, а то надо тут работать. Так, а это пресс? Это пресс, да? Да, пресс, это пресс. Вот это камин. Вот это камин, савин. А сколько амулетов? Сколько амулетов? Это 250 лет и больше. В 1878 году здесь шли российские войска. А куда уехали турки, приехали российские войска. Они разрушили наше домо здесь, потому что они против Миленова. Они побежали два лет беженцы были. А когда они вернулись назад, наши предки взяли это в дом. Они построили, закончили 1914. Моя бабушка говорила, что из разрушенного дома взяли этот камень. Значит, его столы. Еще в школу обращаем тысячи... Ну да, приблизительно около 250 лет. Вот смотрите, внутри здесь... Вот смотрите, здесь... Маленькие остались, а один село только. Один село, да. Да? Они хорошие мастеры этого дела. А это лазь, да? Они построили этот дом. Первый это камень, второй деревянный. Ну, мой папа сделал здесь ремонт в 1972 году. И раньше были все кастановые деревья. Ну да, да, конечно. Вот смотрите, в таких чанах. Когда я добавляю, вы знаете, вот таких чанах. Вот смотрите, это притомные чани. Притомные чани. Первое брожение тут. Первое, да. Здесь идет, например, на два метели, ну? Мешаем. Да, 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 да. Мешаем, один, три, четыре раза. Потом, говорим, вот таких. Содержа века, уже 21 века. Да. Да, 21 века, вот нержавейших все, нержавейших других материалов. И то же самое, потому что вот здесь хранится. Здесь уже все, все посуда, здесь уже вино. Ну, каждый год я взял 5 тонн вино, ну, 4. В этом году 4, даже если испанавливать. А это укупор, да? А это очень удобно. У меня точно так. Ну, но в этом мире они найдут. А разлива, а это в бутылки чем наливаете? А? В бутылки наливаете, так? В бутылки? Или есть приборчик? Нет, ну вот в бутылке вот так, это ручной. Ручной. Вот, смотрите, вот так. Все, я понял. Понял? Да, да, да. Да, да, да. Вот, вот так. А, с карандашчиком. Вы посмотрите, да, да. Да, да. Интересно. Когда поднимаете вино... Он поднимает. Закрывает. 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 Это традиционное грузинское блюдо. Название я не запомнил, но наелся я так, что потом очень долго не мог проголодаться. Большой респект хозяйкам этого прекрасного дома. Прошу. Это Дошорва называете, вот как раз. Это как называется? Соликаури. Очень интересно. Да, 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 вот. Вино Соликаури. Выращенный вот прямо здесь. Виноград. Это сухой, молодой. Молодой вино. Необычный такой. Вкусик. Вот это вот характерное домашнее грузинское вино. Похоже на то, что мы пробовали на рынке Хопа. Молодое вино для домашнего застолья. Вино из винограда Дербула. Эксклюзив. Можно попробовать только здесь, да? Свет прямо чернила. Свет прямо чернила. Мне кажется, можно в ручку заправить и писать. Вот первый полусладкий вариант. Соликаури. Соликаури. Как новорожденного. Как новорожденного. Как ребенка. Вот какое отношение мы с виноградом и виноградом льза. Стоит в дворе вот такая чичигонка. Чисто туристам показывают. Естественно, они никто ничего не гонит. А чача у хозяина, кстати, очень даже неплохая. О чем гонит, я не смог узнать. Ну, а кто очень опьянел, может остаться на ночь. Вот такие гостевые домики. Раньше это были амбары, защищенные от мышей, чтобы хранить зерно и крупы. А сейчас вот, пожалуйста, платите денежку и ночуйте с большим удовольствием. Получил от поездки колоссальное удовольствие. В восторге от виноградника. В восторге от того, как там готовят. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы чуть-чуть более технологичное было вино, потому что такой прекрасный виноград. Прямо надо ему немножко технология. А на этом всем пока. Крепкого здоровья и мирного неба над головой.